Всем привет, друзья! Меня зовут Рома, а вы на канале Медблог. И в этом видео мы поговорим про наличие эритроцитов или крови в моче. Ну что ж, поехали! А перед тем, как мы начнем, я советую вам обязательно подписаться на канал Медблог и поставить лайк этому видео. Это поможет вам не пропустить следующие выпуски, что в совокупности поможет вам грамотно и качественно следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких. Итак, мы начинаем. Кровь в моче, или если выражаться точнее, наличие эритроцитов в моче выше нормальной отметки, в медицине обозначается термином гематурия. Установить факт наличия эритроцитов можно при помощи двух основных методов. Первый – визуальный, когда пациент сам обращает внимание на изменение нормального цвета мочи. Если мы говорим про наличие эритроцитов или крови в моче, то в этом случае моча приобретают багровый или коричневый цвет. Второй метод более точный – это лабораторный, то есть использование классического общего анализа мочи для выявления и подсчета количества эритроцитов в моче. При данном методе исследования нормальное количество эритроцитов для мужчин составляет от 0 до 1 в поле зрения. Для женщин этот показатель имеет значение от 0 до 3 в поле зрения. Стоит отметить, что при нормальном содержании эритроцитов в моче, то есть в случае, если эритроциты находятся в пределах своей нормы, не происходит изменения ни цвета, ни запаха мочи. Наиболее частые причины, которые могут приводить к появлению эритроцитов в моче, следующие. Первое – это мочекаменная болезнь. Камень, который находится в мочеводящих путях, повреждает слизистую оболочку этих мочеводящих путей, что и приводит к просачиванию крови через поврежденную слизистую в мочу. Второе – это травмы органов мочеполовой системы. Довольно часто травмируются почки, например, при закрытых травмах туловища или же мочевой пузырь. Третья причина – это воспалительные, в том числе аутоиммунные заболевания мочеполовой системы. Например, известное аутоиммунное заболевание гломеролонефрит в качестве одного из своих симптомов как раз имеет гематурию. Причина номер четыре – это онкологические новообразования органов мочеполовой системы, как доброкачественного, так и злокачественного характера. Под причиной номер пять можно отметить патологию предстательной железы у мужчин. Стоит отметить, что на основании наличия эритроцитов в моче или изменения цветной мочи невозможно поставить какой-либо точный диагноз. Симптом гематурии является лишь указателем на наличие патологии в органах мочеполовой системы. Для уточнения диагноза и причины появления крови в моче необходимо провести дополнительные диагностические мероприятия. Лечение гематурией или крови в моче, эритроцитов в моче заключается в устранении причины, которая привела к появлению данного симптома. Друзья, если вы столкнулись с данным состоянием, не медлите и обязательно обратитесь к врачу за квалифицированной медицинской помощью и дополнительными обследованиями. Если вам было интересно и познавательно, то обязательно подписывайтесь на канал Медблог и ставьте лайк этому видео. Ваши вопросы задавайте в комментариях под этим видео, либо на мою личную страницу в инстаграм. Ссылки будут в описании. Уже совсем скоро мы увидимся с вами в следующем выпуске. Но самое главное, никогда не забывайте, что самое важное это наше здоровье.